всем привет кого не учиться на эту тему сейчас я хочу с вами поделиться своими мыслями если вы смотрите и мой канал то вы знаете что этим летом я закончил магистратуру мглу и на этом я закончил получение высшего образования с дальше я не планирую учиться это не значит что я не планирую проходить какие там курсы дополнительные сам образоваться нет я говорю именно про такое академическое образование ну там например дальше идти это уже аспирантура потом уже получать стиле там защита кандидатской там потом уже ординатура вообще много всего я даже не углублялся в эти детали но мне это уже не особо интересно я понял что мне хватило тех знаний которые я уже получил будучи студентом бакалавриата высшей школы экономики и студентом магистратура мглу и такое ощущение когда ты заканчиваешь что как-то все по-другому то есть время ощущается тоже немножко иначе потому что ты уже не учишься ты не делаешь задание ты нет универа вот это касается в основном переход переходного этапа когда ты закончил учебу магистратуре ищешь работу и когда уже устроишься на работу будут новые мысли я уверена я ими тоже обязательно поделюсь вот этот период когда ты уже не учишься сентябрь и ощущать ощущается очень необычно в целом я сейчас все-таки не жалею о том что я не пошел учиться дальше в аспирантуру потому что я понимаю что вряд ли бы вот это вызывало у меня тут желание желание узнавать желание вот в таком формате учиться мне кажется все таки мне уже хватило и теперь когда у меня такая свобода в плане что не надо делать какие-то задания писать научные там работы при выпуске там я говорю по диссертацию как как-то вот как гора с плеч и я доволен и сейчас когда вспоминаю какие-то моменты все было как будто в прошлой жизни это это вот ощущается так как будто это было очень давно хотя вот я этим летом закончил сейчас осень ощущается как будто это было в прошлой жизни и вот все вот эти пары домашние задания сессии зачеты это все кажется уже чем-то далеким это удивительно потому что я в этом столько лет жил и я думал что вот из этого состояния и как-то не так быстро выходишь не так быстро все вот это забывается то есть ну как как что-то из прошлого а по ощущениям тоже какие-то далекие ощущения которые ну как это сказать этот ощущается что это было давно то есть я уже вышел из этого процесса академического и как-то по-другому все стал восприниматься и я понимаю что вот эти знания как раз которые получаем в университетах они все-таки больше но они больше для для развития личностного ну и развитие конечно в своей профессии но это богу в них больше теории чем практики разумеется то есть когда ты пытаешься найти работу имеете знания проблема в том что ты даже толком не получаешь возможность их показать потому что тебя требуют опыт работы то есть тем людям работодателям важнее чтобы тебя был опыт работы чем диплом и даже не все готовы слушать что ты там знаешь если у тебя нет опыта работы там хотя бы год но вообще в среднем три года желательно чтобы так устроиться точно там 3-6 лет большинстве случаев прописывается об условиях то есть если у тебя меньше трех лет опыта все сразу как ты даже не рассматриваешься несмотря какой у тебя там диплом бы не был ты вот можешь просто просачиваться мимо это конечно грустно потому что в чем проблема смотрите с каждым годом все больше людей получает высшее образование тенденция такая тенденция то есть если там 30 лет назад права людей с высшим образованием там было не знаю сколько там тридцать процентов например может быть больше может ну то может быть больше не знаю скажем 30 процентов то сейчас людей с высшим образованием уже например там 63 на 70 процентов То есть, уже там в два раза выше конкуренция, в два раза больше специалистов выпускаются ежегодно. И, конечно, вот эта борьба за места становится более жесткой, более такой конкурентной. И поэтому, конечно, людей с опытом быстрее берут на работу, потому что не хотят обучать чему-то, не хотят, вот так скажем, обрабатывать алмаз, хотят уже иметь готовый драгоценный камень. Поэтому проблема. И как раз еще я читал тоже статью на эту тему, то что сейчас в целом много есть интеллектуальных направлений высшего образования, которые не имеют такого количества рабочих мест, сколько студентов выпускается. То есть, есть какие-то, есть направления, и в этих направлениях недостаточно работодателей, чтобы всех взять. И как раз получается, что люди учатся, имеют хорошие знания, но просто им негде работать, потому что сфера сама по себе очень маленькая, в которой они хотят работать. И как раз нужно создавать больше, больше компаний, развивать вообще в целом сферу, чтобы появлялись работодатели с рабочими местами. А так как рабочих мест нет, то где работать, если просто вот там сфера на 100 человек, а каждый год выпускается по 200 специалистов. И, конечно, каждый, ну и, то есть, не успевает сфера так развиваться и поспевать за тем, сколько вот новых специалистов в нее приходит. И поэтому, конечно, многие работают не по специальности. И это касается многих направлений, к сожалению, но не стоит отчаиваться. Сейчас уже я тоже надеюсь, что скоро получится устроиться на работу, прохожу собеседование, все в порядке. Но ощущение, есть такое ощущение свободы. После окончания учебы, ощущение спокойствия, ощущение того, что вот все дело сделано, можно идти дальше. Это прикольно. Вот такие у меня эмоции и мысли. Спасибо вам за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь. Будет еще много всего прикольного и интересного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok